Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев. Тема нашей сегодняшней истории уже, наверное, трижды пыталась быть нами обозрена, но каждый раз находились какие-то причины, чтобы этого не произошло. И, как правило, эти причины были связаны с тем, что мы просто не успевали показать то, что я очень лично я хочу показать вам. Все дело в том, что это устройство живет у меня дома. Устройство называется Apple TV. И как оно у меня появилось и, собственно, для чего я его использую, я вам сегодня постараюсь показать и рассказать. Собственно, устройство по заверению самого Apple является неким медиа-центром, то есть таким коммуникационным промежутком между телевизором и всей электронной техникой и интернетом, которые живут у вас дома. Как все получилось, с чего все началось? Изначально я приобрел самый обыкновенный медиа-центр, который умел подключаться к интернету, в который я заканчивал множество фильмов и, собственно, который у меня выполнял роль некого такого устройства, выдающего картинку на мой телевизор. Но потом получилось так, что он у меня просто сломался. Я не хотел заниматься его починкой, и когда я стал искать то, чем бы заменить его и что предложить вместо, то взгляд мой остановился вот на этом устройстве, которое является уже второй реинкарнацией, второй попыткой компании Apple предложить нечто подобное. Первый Apple TV был в два раза больше по размеру, имел встроенный жесткий диск. Такой у меня тоже был достаточно недолгое время. Он имел емкость 40 гигабайтов, и туда можно было залить какое-то количество фильмов и точно так же смотреть их на экране. Но было это не очень удобно, и вот то, что предложили ребята из Купертино вот в этой штуке, оно как нельзя лучше подходит именно тем, кто использует Apple-овский компьютер и у кого есть еще хоть какая-то Apple-овская техника в доме. Хочу сразу сказать, если это к вам не относится, можете дальше не смотреть и уже проматывать или просто выключать наше повествование. Ну так уж получилось, что у меня дома живет ноутбук по имени Apple, у меня есть iPad, а в качестве смартфона, правда, я пользуюсь несколько другим устройством, но на то у меня есть собственное убеждение, неважно. Важно то, что с помощью этой коробки можно делать. А делать примерно следующее. Во-первых, подключается она к телевизору исключительно по HDMI кабелю, по нему она передает картинку и по нему, соответственно, она транслирует звук. Дальше есть оптический выход для аудио. Если у вас есть какой-нибудь высококлассный ресивер, который может по оптике получать звуковую информацию, то можно подключить его сюда. И, соответственно, дальше разъем RG45, через который можно подключить проводной интернет. Кроме этого, внутри Apple TV установлен Wi-Fi приемник, который работает в диапазоне 802.11n, то есть достаточно быстродействующий. А теперь я вам покажу, как, собственно, все это работает. Для этого нам понадобится подключение к телевизору через HDMI, втыкаем, и разъем питания. Втыкаем также. Далее аппарат практически сразу стартует. Ну, сейчас происходит некая инициализация. Да, он готов. Вот появился логотип Apple. Предварительно, чтобы все это заработало, нужно настроить сеть Wi-Fi, то есть подключиться к внутреннему вашему домашнему Wi-Fi и завязать таким образом, чтобы ваш, условно говоря, компьютер, ваш iPad, iPhone или что-то еще были подключены к этой же Wi-Fi сети и были подключены к самому устройству. Вот сейчас появление вот этих миниатюрок YouTube говорит о том, что сам Apple TV уже вышел в интернет. Теперь что он может? Какие такие маленькие фишечки-мулечки, которые так приятно дополняют саму историю, прежде чем я покажу самую главную фишку, которую я тут совершенно неожиданно даже для самого себя обнаружил. Во-первых, это интернет-радио. То есть, если вы хотите слушать огромное количество мировых радиостанций, а их действительно тут очень-очень много и они разбиты на различные категории, я, например, выбрал себе несколько самых интересных. Мы нажимаем play и при подключении к какой-то хорошей акустике, кстати, через ту же самую оптику вы получаете очень качественный, такой приятный, кайфовый звук, который абсолютно не зависит от того, что у вас творится с эфирной антенны и в том месте, где вы находитесь. Это уже абсолютно тоже не важно. Второй момент, который тоже заслуживает внимания, это то, что с помощью Apple TV можно, естественно, ходить в YouTube и в этом самом YouTube видеть абсолютно любые истории, которые вам в данный момент интересны. Это может быть и, собственно, подборка популярной последней, высокий рейтинг, может быть журнал, а может быть ваша подписка. То есть, те каналы, которые вы, например, имеете в собственной подписке, которые вы любите смотреть или ваше собственное видео. Вот тут сейчас, как вы видите, вся подборка моих предыдущих работ. Ну или, например, переходим в подписки и в подписках находим те каналы, которые я, например, просматриваю. К примеру, тот же самый прожектор Paris Hilton. Пожалуйста, нажимайте, выбирайте то, что вы хотите и смотрите. Все то же самое, что на компьютере. Теперь можно делать с пульта перед большим красивым телевизором и еще и с хорошим звуком. Это такая вершина айсберга. Такая самая главная фишка, на которую ориентируется, собственно, Apple TV. Значит, что еще? Если у нас подключен какой-то компьютер, если он находится в пределах видимости этой локальной сети по Wi-Fi или по какому-то другому способу подключения, то мы можем попасть во внутреннюю медиатеку этого компьютера. К примеру, у меня на ноутбуке лежит огромное количество фильмов, которые я могу вот так вот с пульта зайти, открыть и посмотреть точно так же на большом экране. То есть функции медиасервера, возможность воспроизведения на большом экране того, что ты качаешь из интернета, абсолютно тоже решаемы. Но самое главное, даже, пожалуй, не это. Самое главное, это те фишки, которые позволяют делать с помощью того же самого iPad или iPhone через так называемую функцию AirPlay. Она появилась с пятой прошивки и позволяет транслировать картинку, будь то фото или видеокартинку на Apple TV тоже в пределах какой-то, соответственно, зоны Wi-Fi. К примеру, у меня на iPad есть картинки. Вот, например, какие-нибудь красивые машинки. Их здесь несколько. Теперь я хочу поделиться этой информацией, например, с гостями, которые пришли ко мне. Я нажимаю на серединку, перехожу вот в такой правый верхний угол, вижу значок квадратик и треугольник, нажимаю на него и выбираю, куда показывать эту картинку. В ту же самую секунду эта картинка появляется на Apple TV. И теперь фактически, например, рассказывая о том, как вы провели отпуск, вы можете, пролистывая картинки на экране, например, своего iPad или iPhone, что, в общем-то, здесь уже не важно, рассказывать и показывать, делиться, так сказать, эмоциями и впечатлениями. Вот это совершенно классно и, как мне кажется, очень кайфовая штука. Но, в принципе, даже это не все. И это не главное. Самое главное, что я вам хотел показать и что лично мне очень и очень нравится, это то, что теперь любое видео можно инициировать запуск его отсюда, а, соответственно, картинка будет транслироваться там. К примеру, мы сейчас откроем YouTube какой-нибудь ролик. Вот какой-то ролик, который сейчас показан у меня здесь. Дальше я нажимаю транслировать это на Apple TV. Здесь картинка гаснет и появляется она там. И тот же самый ролик я, соответственно, вижу уже на экране большого телевизора. Причем я могу увеличивать или уменьшать уровень звука, там, проматывать, все что угодно, останавливать и так далее. Но самая большая фишка заключается в том, что в том же самом... Да, интересно, я свернул, оно работает. Пусть работает. В том же самом AmStory есть очень интересное приложение, которое называется Eevee. Это так называемый интернет-кинотеатр. То есть возможность смотреть в онлайне огромное количество любых фильмов. К примеру, мы открываем фильм киллеры, нажимаем play и, о чудо, это же самое кино теперь из онлайна через iPad попадает вот сюда. И фактически получается такой халявский кинотеатр. Вот эта реклама, там чего-то она происходит в самом начале и кино начинается на большом экране. То есть, если мы добавим здесь звук, то это совершенно полноценный, нормальный, полноформатный фильм, там, длительностью до двух часов. И, собственно, этот фильм вы сможете посмотреть абсолютно на халяву с помощью просмотра вот такого начального рекламного ролика, который фактически подтверждает, ну, ваше право на то, чтобы это сделать. А сам по себе этот кинотеатр Иви предлагает огромное количество, к примеру, тех же самых фильмов и всех новинок, которые вы можете смотреть, ну, без каких-либо ограничений. Другое дело, что через Apple TV это совершенно приобретает другой смысл. И вот эта фишка, мне кажется, очень и очень интересная. Вот такая интересная штука, которая может показывать и картинку, и фото, и видео, и, в принципе, это все миксовать, либо показывать внутри Apple устройств, либо внутри компьютера, либо перекидывать картинку на большой телевизор. Еще раз повторюсь, если у вас есть что-то подобное, если у вас есть эпловская техника, то вот эта самая штука, которая называется Apple TV второго поколения, кстати, стоит она совсем недорого, если в Америке она стоит порядка 100 долларов, то в России, например, я ее купил за 5000 рублей, что, в общем-то, для медиа-центра совсем не бог весть, какие великие деньги, то вот эту фишку вот при таком раскладе, я считаю, очень и очень интересным приобретением. Никаких выводов делать не буду, ничего больше вам не расскажу, ничего не рекламирую, Apple TV мне за это ничего не заплатило, просто я решил с вами поделиться этой, как мне показалось, интересной информацией. Спасибо, что смотрите Мабая в МХО, всего доброго, до свидания.